мы знаем ваш путь мы знаем что вы добивались того чтобы выйти на российский именно рынок да но пошли путем фестивалей до по всему миру и сейчас наконец наконец-то это происходит здесь это знаковое событие да потому что наконец-то наши непроницаемые непроницаемая стена российской киноиндустрии кажется дала трещину и мы завтра выходим в око это как бы огромное событие для для нас потому что до этого нас как будто не было мы отправляли письма мы лично подходили к дистрибьюторам но они просто смотрели сквозь нас и все как будто нас нет у кого-то пустое место при этом параллельно мы побеждали на фестивалях по всему миру привезли вот эту награду из лос-анджелеса фильм целиком снимался в москве немножко в москве и немножко в московской области вы здесь увидите москву еще до пандемии вот потому что фильм снимался в 2018-2019 году мы почти вот мы снимали кажется 23 месяца начали через 23 месяца закончили то есть именно два года 18-19 год никакой пандемии спокойно москва наш фильм задумался как некоторый эксперимент и по сути мы новички в кино мы не матерые профессионалы в этой области мы решили попробовать изобрести кино заново и поэтому мы максимально дистанцировались от современных российских профессионалов киноиндустрии мы искали людей которые которые также как мы горят у которых в глазах горит огонь и которые хотят снимать кино и поэтому фильм вышел довольно экспериментальным и я надеюсь что нам удалось может быть если не придумать но хотя бы вспомнить что-нибудь забытое в кино или еще что то такое я хотел сказать то что это была целая эпоха съемки этого фильма его производства монтаж постпродакшн это была целая эпоха в нашей жизни которая сделала эти три года насыщенным чем-то невероятным мы отказывались от своих обычных дел и в свое удовольствие снимали кино мы пытались та частью кино и создатель этот кинофильм и это полностью захватывало нас до погружение было серьезное и действительно мы в этом мы вас жили жили не только жили но и плавали и даже на реале наверное важно сказать что мы приступали к этой работе с тем порывом что мы хотели донести до зрителя что-то чистое что-то настоящее чтобы каждый кто сидел в зале во время фильма он волей-неволей задумывался о том что а что же настоящее а зачем же стоит стремиться а может быть я делал что-то не так а или задавался бы вопросом а что мне сделать так в своей реальной жизни чтобы я что-то мог изменить для себя для своего будущего могу ли я повлиять на свою жизнь или все за нас расписано где-то во вселенной на небесах было интересно вот я скажу что было интересно и местами было очень тяжело очень тяжело и я бы даже сказал занудисто но тем не менее все таки это было очень интересно и я рад что мы что я прошел вообще что это был такой опыт у меня и что вот как никита правильно сказал что мы прикоснулись к этому миру кинематографа ничего страшного я там не увидел ничего сложного я там особо не увидел и ну это было прекрасно да но это было интересно это было интересно и вот сейчас задним числом вспоминая я думаю что это был замечательное общение прежде всего работа замечательная и я надеюсь что замечательный будет итог ожиданий никаких не было но мне очень понравилось все очень люблю москву вот и концовка меня удивило дважды то есть мне очень понравилось мне очень понравилось что я вообще не знал чего ожидать сначала я подумал что боже мой это же начало нолана господь и это малобюджетный новым что это но нет оказалось что меня в общем фильм удивил дважды я такое люблю мне очень медитативно еще понравилось кино смотреть я вот москве родился москву люблю там мой самый любимый город неприятно смотреть на летнюю москву на то как они гуляют то есть мне не хочется проматывать фильм что для меня большая редкость не фильм очень понравился я ожидал я принц ничего не ожидал но получил сильно больше чем то что я рассчитал ой мне очень понравилось это было бомбически какие инсайты инсайты какие самые о том что нужно оценить жизнь наверное для меня каждую минуту проживать вот как последнюю потому что может быть поздно вы поняли что можно до менять жизнь здесь сейчас и не дожидаться того чтобы до его это делать во сне для меня было прикольно то что как раз вот буквально эти дни задавался вопросом и себе говорил что бывает ли кино которые не требуют этот фонда кино обычная коммерческая история и фонд кино вот есть что-то что-то посередине и вот у меня раз в чатике в телеграме группа black magic рома представляет свой фильм я такой два билета сразу беру и сманиваю жену да но 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 то есть но то есть может быть да может быть какое-то кино без звезд и прийти в кинотеатре кайфануть семьей посмотреть и тоже какие-то получить инсайты это один из немногих наверное фильмов и даже вот смотришь фильмы наверное с какими-то актерами знаменитостями а этот фильм ты просто смотришь от начала до конца и он держит эта история она держит от начала до конца и это круто кстати в начале фильма если говорить о самом фильме было ощущение такого кота предвзятого типа ну чего можно снять ты смотришь вникаешь пытаешься там что-то пока непонятно а потом начинает тебя засасывать засас все держит держит и когда экран пропадает эта темнота ты такой чё дальше чё дальше можно экран уже включится пожалуйста слишком долго вы слишком долго тяните даже с предвзятым мнением все она она переворачивается это круто скажите как у молодежи вообще заходит такие темы это очень хороший фильм великолепных и пробила на эмоции в моменте слеза непроизвольно потекла какие фильмы до чтобы люди верили что есть единственная любовь с которой надо ценить да какие-то ценности обязательно фильм который должна посмотреть молодежь и вынесли всякие либо уроки должен посмотреть абсолютно все молодежи и люди преклонного возраста это великолепный фильм я услышал вот тот слоган который написан на постере что очень важно вот это вот молодец роману отдельно или никогда да вот это вот конечно респект потому что но отличный отличная фраза просто отлично она в десятку молодец спасибо роман ну вот мы посмотрели вот второй раз я еще раз повторюсь я наверное свои какие-то впечатления мне лично да вот я бы хотел остаться в том что ну может пока мы живем да все можно все можно менять и даже вот сейчас вы чувствуете что можете поменять все поменять поменять кроме прошлого она вот сейчас поменяв вообще все и ваш фильм сейчас выходит на на телеграм это конечно что-то изменит я надеюсь что это меня изменит ведь это же не во сне происходит конечно я надеюсь что выход фильма он во первых меня освободит потому что до тех пор пока фильм был недоступен пока он не вышел он у меня был я о нем думал я не мог о нем перестать думать и об этих всех мы ну во всех этих темах я надеюсь что релиз как это от английского отпустить выпуск отпускание что я это отпущу собственно фильм и все эти мысли которые для меня это все было же те терапии самотерапии я же как бы копался своей голове задавал себе вопрос в первую очередь этим фильм вот я надеюсь что наконец-то эти вопросы уйдут у меня останутся только ответы вы думали о трансерфинге реальности что есть несколько реальности одновременно и можно перекинуться во сне в другую изменить ее нет но это интересная тема для фильма да ну вот типа того это как бы да типа того ну не знаю не знаю посмотрим как все будет я последнее время как то очень вижу реальность как-то не знаю как-то учусь отличать иллюзии от реальности фильм фильм был про иллюзии реальность и я теперь не знаю начал отличать ну пытаюсь отличать и что такое иллюзии реальности можно и с помощью иллюзии изменять реальность собственно иллюзии этот как я недавно слышал resulted этого антонова а все хорошее есть мечта вот вот в общем все хорошее это есть иллюзии то есть вы стали пессимистом сняв этот фильм был я и был но я не знаю это же это же вы это же вы придумали даже ваш сценарий да ну тогда нельзя сказать что вы пессимист я пытаюсь быть одновременно и оптимистом пессимистом это называется реалист мне кажется это вы написали самые оптимистичные сценарий для этого случая надеюсь надеюсь что это так спасибо роман любим вас и и ждем чтобы максимально просто количество людей посмотрел этот фильм и что-то для себя поняли также как мы сегодня да и и и Продолжение следует...